Таинственная планетарная стена По какому-то там экватору Или по какой-то параллели меридиана проходила Ну, во-первых, возьму эту книгу В руки покажу поближе Она недостаточно, как говорится Толстая для исследований Но все-таки Уже в твердой обложке Так вот Так вот, смысл этой стены Заключается вот в чем И вообще этого исследования Где-то в 2005 году я выпустил книгу Называется Русский Китай экспорт цивилизации Многие ее, наверное, читали Она даже, кстати, попала в библиотеку Личную библиотеку нашего президента Я просто знаю об этом точно Она стояла у него на этой полочке Корешок, я сам видел И кроме как Рекламной службы Она ему сослужила еще Эта книга Служба в отношении с Японией По крайней мере, риторика По отношению к Японии И в процессе борьбы за Сахалин За остров Сахалин Вот эти мелкие острова Она как бы изменилась в нашу сторону Гораздо более Лучше стала позиция У нашего президента И вот там я впервые Описал Полупланетарную стену Я впервые наткнулся на все данные Собрал их в систему Эти данные показывали Что существует стена Которая Начинается в северной Западной Англии Идет через весь континент И заканчивается В восточной Северной Кореи Тогда я Только поставил вопрос То есть Как это можно было реализовать Потому что Совершенно было непонятно Какие силы И главное для чего Началось это все с того Что мы в Академии сидели Лет 15 уже теперь назад Есть публикации об этом И задались Целью посмотреть Вообще Ориентацию Китайской стены И обратили внимание Что бойницы направлены на юх Тогда возник Впервые этот вопрос Почему бойницы направлены на юх Если вся история Направляет эти бойницы На север И когда я начал смотреть В интернете Существуют ли такие стены И в каких они промежутках Тут же вспомнились Змеевые валы на Украине Потом я нашел Такие же валы В Молдавии Потом в Польше Это валы Так называемого Так называемого Храброго Храбр это По-славянски Это богатырь Кто не знает Потом в Германии Валы Они там естественно Названы Римской стеной Потом за Германией Уже начинается море И Англия В Англии Есть валы Офы То есть змеи И валы Адриановы валы Тоже известны Адриан Это вовсе не римский полководец Конечно в тех местах Где римское войско Существовало Всю эту стену Приписали действительно К римлянам А вот там Где оно выходит Например дальше Уже в Крыму Есть остатки Этой стены И дальше В Абхазии Так называемая Абхазская стена Она идет на 200 километров Горы И каждые условно Там 100 метров Идут башни каменные Потом есть грузинская стена Тоже стена По пикам гор И там идут И до сих пор их есть Все эти башни Все сохраняется Я никак не могу понять Почему Грузия Не пиарит Такой крутой источник Туризма Есть отдельные Только фотографии Где кое-как Показывается эта стена И вот тогда Когда я это писал Еще в книге Русский Китай Тогда грузинская стена Она была представлена Большим количеством фотографий А сейчас Когда я уже эту книгу Дописывал Собирал Уже фотографий Практически нет То есть Видимо какой-то Есть запрет Также кстати По змеевым валам Валы существуют На Украине А фотографии Остаются те Которые были сделаны В 2000-х годах Новых фотографий В интернете нет Такое ощущение Что люди Ну не сами конечно Не идут исследовать Потому что Ну представьте Валы У них подошва 40 метров Высота 20 метров Представляете Какое это сооружение И как бы оно Что не заинтересовало Никого что ли Вообще В наше время Так вот Информация об этом Все время Тонет Тонет Абхазская стена Начинается За Сочи К югу от Сочи И начинается Вот с этих берегов Там забыл Как называется река Вдоль реки идет И туда уходит в горы В горах Она уже На границе с Грузией Меняется на грузинскую стену Просто по географии названия Проходит по всей Грузии Тоже 200 километров Примерно То есть Абхазской 200 Грузинской 200 И дальше Переходит В Дербенскую Стену Которая Начинается С границы Грузии И России Там Дербенская стена Примерно Тоже 160-200 километров Ее там Кто не мерил И она уже Спускается К Каспийскому морю В виде крепости Дербент Я сам был В прошлом году В 19-м году В декабре Там И с руководством города Общался На этот вопрос Они мне дали Как раз В пояснителе Руководителя Исторической группы Научного руководителя Крепости Дербент Он мне все это Как раз рассказал И показал на месте Как все это было Куда что уходит И вот эта стена После Дербента Уходит в Каспийское море Тоже примерно На Несколько сотен метров В советское время Там были Водные экспедиции Пытались найти Либо продолжение Либо какое-то Окончание Вот Эти экспедиции были Их результаты Они есть доступны В интернете Ну были доступны А потом Как-то опять Тема ушла А дальше Из Каспийского моря Уже на восточном берегу Выходит Гарганская стена Она прямая Как линейка Раньше были фотографии В интернете Сейчас фотографии Гарганской стены Не найдешь Но она прям прямая Как стрела Там были фотографии Из коптера Или самолета Просто удивительное сооружение Называется на местном языке Красным змеем И все вообще Вот эти вот Сооружения Называются змеями То есть Либо змеевые вола Либо змеевые волы Как на Украине Либо Как например в Китае Змеевая Драконова стена Либо красная стена Красный змей И так далее Ну а римляне Они там присвоили Себе какой-то участок И вот Уже дальше Эта Гарганская стена Она идет в горы Горы самые высокие В том месте Ну одни из самых высоких И из гор Она выходит В виде Китайской стены И эта Китайская стена Одного из участков Она уже сливается Вливается В общую Уже на востоке В общую Китайскую стену И дальше Заканчивается Уходя в море В океан В Тихий океан В районе Северной Кореи И вот я тогда Подумал Это было как раз Вот в этом году Или в прошлом Точнее году Я подумал Что интересно Как на других Территориях Есть ли она вообще Если ее строили Как-то на всей планете То это просто Можно интересно Посмотреть Я просто взял По широте От Северной Кореи Где она уходит В море В океан Я провел Линию В северный Американский континент И смотрел Прямо там уже посмотрел Там картинки есть И там главное Что очень много эпоса Который говорит о том Что у них построены стены Никто не знает Никто не знает Кто строил эти стены Никто не знает Откуда и какое назначение У них И вот они так и идут В районе Как он там называется Полуостров То у них Ну короче Там на севере Забыл я Полуостров Я Вот И исследователи Отмечают Американский Что стена древняя Что никто Из местных индейцев Ее не строил Никто не знает Об этом У индейцев Преданий нет Об этой И они единственные Что это ученые Наши подозревают Что когда-то Китайцы переплыли Тихий океан И принесли Свою технологию Строительства этой стены Для себя построили Вот какой Но я дальше начал следовать Оказывается она идет Полностью через Техас Идет дальше на Восток Северной Америки И там в штатах Нью-Йорк Мерилент Вот в этих мелких штатах Идут дальше эти куски стены И опять уходят уже В Атлантический океан И получается так Что она во-первых Вверх немножко поднимается По этим штатам Эти штаты уже у нас Находятся Ну примерно Условно говоря На уровне Как раз того Где начинается стена В Англии И получается так Что если Предположить Что все материки В определенное время Были рядышком Что не было Вот этих двух океанов Мы же знаем Там Атлантида Утонула Что у нас там И непонятным образом Получился И Тихий океан Если считать Что это было все вместе То все Концы этой стены Совпадают Непонятно ее сооружение Зачем Вот до сих пор непонятно Хотя сейчас Вот у меня пока говорил Мелькнула идея Я сейчас может быть Ее озвучу Впервые Правда В первый раз Подсказку мозг выдал Вот И сразу ее озвучиваю То есть Раньше Непонятно было Вообще Как это Но если считать Что Земля первоначально Имела примерно Форму какой-то плоскости Ну примерно То есть не плоская была А примерно плоскости У нее Были две Границы В этой плоской Земле Первая Это северная граница Где находится Маленький круг А льды Обозначают Рост Земли Я уже писал В своей книге Как раз Пылающий мост Я обосновал То что Когда идет Материализация Нашей Вот этой материи Из которой Мы состоим Происходит Понижение температуры И Северные И Южные полюса Свои температуры Показывают Что там происходит Новое Происходит рождение Новой материи Материя рождается В виде воды Замерзшей воды То есть льда И вот В этих местах Где Происходит рождение Материи Земля Она начинает Земля продолжает Расти И вот Судя по всему Что в какой-то Промежуток Времени Эта Стена Образовывала Ту самую Внешнюю Границу Которая Обозначала Размер Земли На тот момент И после этого Просто Земля уже далеко Ушла в рост И уже Смысл этой стены Строить ее Никакой не нужно Вероятно Она была Построена Для того Чтобы Из-за пределов Вот этого Ледяного царства Вспомните Эпос Финских народов Когда Тор С кем воевал С этими великанами Которые были На севере В морозе Вот видимо Это оттуда С тех времен Пошло Что из стороны Льдов Проникали Какие-то сущности Может быть Не до конца Человеческие Может быть Какие-то мамонты Условно говоря Которые Для человека Были опасны И против них Возможно Делалась эта Стена Но это Мое такое Объяснение Единственное Которое я смог Вот за все эти годы Сгенерировать Больше других Объяснений Не знаю Ну знаешь Если немножко Тогда уж Пойти в мифологию И поговорить Что змеи-волы Это не потому Что они как змея Ну похожие Сверху смотреть Всегда же В истории Разных государств Разного народа Всегда была Борьба с какими-то Драконами Динозаврами С какими-то Странными Существами Может быть Поэтому их назвали Змеи-волы И здесь подсказка Что это Действительно Оборонительная стена Против каких-то Вот таких Необычных существ Вот на юге России Змеи-волами То есть это Север Украина Юг России Руси точнее Там как раз История нам Преподносит И доносит Что якобы Царь Сварох Взял Змея Кащея И вместе со змеем Они пропахали Эту Борозду Так называемую То есть сделали Эти валы Дело в том Что здесь есть и плюс Во-первых Сооружение большое Там есть действительно Борозда Сама вот эта Вот местность Выбранная Вдоль вала всего Но внутри вала Находятся дубовые клетия Они построены явно Человеком То есть здесь нет Спашки нет какой Там дубовые клетия Которым непонятное Количество лет Еще одна страна Змеевых хвалов В том Что ученые Когда В 70-е Когда их Все-таки Решили немножко Поисследовать Они не нашли Ни одного инструмента Ни одного И не нашли Ни одного Артефакта Который говорил бы О присутствии человека Вот в этих Тысячах Там несколько тысяч километров Представляете И вообще нет никаких Следов человека А клетий есть Клетий как вот В форпостах есть И на тот момент Когда рождался этот миф Что есть с одной стороны Царь Сварох Он обозначает Кстати у нас Созвездие Геркулеса И отвечает за всю Зодиакальную группу 12 созвездий То есть вот за этот круг Зодиакальный И его можно Так же соотнести С Заратустрой Зараастр У которого тоже Было 12 колен Ну и естественно Еврейский миф О 12 еврейских коленах То есть это Говорит о том Что стена С одной стороны Она Могла описывать Тот Зодиакальный Круг Который проходит Вот именно По линии Зодиакального Зодиакальных Созвездий Тогда изнутри У нас получается Какая-то макушка Земли Как вот говорят То есть Москва Букваренно Москва это и есть Макушка А снаружи Кощеево Царство Это как бы Открытый космос Та территория Откуда могут Кто-то приходить Как вот сегодня Мы ждем Каких-то инопланетян А раньше Это была Раньше была Не космическая ожидаемость Что прилетят оттуда Потому что никто Никогда не прилетал Кроме клещей И разных плоскогубцев С неба Ну таких мифологических А приходили Как бы снаружи Разнообразные Татары-монголы Это тоже миф Вот этот Татары-монголы Это миф Вот этого Кощеева Царства Когда приходят Мелкие и дохлые люди Худые имеется ввиду Как мертвые И вот Они приносят Какое-то определенное зло Поэтому и в официальной науке Говорится Что эта стена Была защитой От кочевников А кочевники Это как раз Вот эти вот Непонятные люди Непонятного происхождения То есть те самые Которых мы сегодня Называем монголами Африканцами И тому подобное Может быть Вот это Как-то стыкуется И может быть Сказки действительно И мифы дают Какую-то подсказку Об этой стене Но вообще Я считаю Что Такой Геополитический И такой археологический Комплекс Который накрывает Всю землю Мне кажется Что вот как Ученому Это интересно Исследовать Такой момент Он во-первых Может сблизить Государство Которое владеет Этими кусками Теперь На территории Которых оказались Эти куски А во-вторых Сам вопрос Возникновения Такого Мегалитического Сооружения Которое На всю территорию Земли Расстилается Сам вопрос Этот очень интересен Мне кажется Что это Гораздо интереснее Чем изучать Те же пирамиды Они В тысячу Миллион раз Меньше Чем эта стена А стену Вспоминая Эти клетий Все равно Жене строил Человек Мы все равно Никак не перейдем В состояние Вымысла Потому что клетий Внутри стены На тысячу километров Есть И никуда От них не денешься Ну я так понимаю Что намного больше Интересных подробностей Я успел полистать Описание Там у тебя И крымские валы Вот эти И птимирийские По-моему И другие Там огромное количество Перечислено Естественно Можно прочитать Все это В книге Андрея Тюняя Таинственная Планетарная стена Купить ее Можно в издаче Белой Альвы Ссылочку мы дадим Ну и Андрей Большое спасибо За это интересное интервью И ждем от тебя Конечно новых книг Книга выглядит Да Вот так Пожалуйста Дарю Спасибо Продолжение следует...